мы сегодня ждем гостей на наконец-то руслан хоть с детками поиграет потому что за погоды из того что алиска вчера приболела мы никуда не ходим у руслана время на компьютере не думайте что он все время сидит просто так получается что когда я снимаю он на заднем фоне сидит у меня появился тренч я обязательно покажу приобретение в новинках гардероба я безумно рада что нашла недорогой тренч отличного качества это be free сейчас я перейду камеру с официального сайта be free заказывала стоил всего лишь 2 800 на осень весна он тоненький то есть у него нет никакого утеплителя классический фасон единственное хотелось чтобы вот такая штучка была еще ну как классики добывать с этой стороны и сзади а здесь только вот такой вот небольшой элемент правильный бежевый цвет мне нравится вот я его повесила чтобы отпарить алис что-то делаешь грызет какие-то тапки нашла и что хорошо на этом сайте если вы оплачиваете карты то доставка курьером бесплатно так нужно если не картой наличными добирать на 4000 а так можно на любую сумму взять если оплачиваешь карту курьером бесплатно достаточно уже много может ходить по крайней мере вот всю комнату может пройти спокойно вот молодец вчера она кстати опрокинула вот эту штуку хорошо что не разбила тот контейнер с водой мой статьи вчера опрокинула в общем нужно за них глаз да глаз в принципе всегда был нужен но теперь особенно книжечки любим читать да книжки любит алиса читать любит любит показывать пальчиком чтобы ей говорили что это колобок где колобок алиса где колобок и колобок колобок где колобок колобок покажи пальчиком колобок а я вам сейчас покажу поделки руслана посмотрите какая красота это из плотного картона это изобретение да винчи и также есть из книги жульверной здесь некоторые композиции очень красиво это нам прислали книжки издательство миф вот этого долго мы устанавливали у нас никак не получалось здесь даже вот человечки которых можно сажать вот воздушный шар достаточно легко собирается быстро в принципе руслан сам смог собрать я кое-где просто помогала где не входили пазы там нужно было немножко их расширить вот такая вот прекрасная книга мне кажется что это будет отличный подарок как раз для мальчика да думаю больше для мальчика но в принципе для девочки тоже подойдет но для мальчика более будет актуально интересно великий забрать изобретение леонард да винчи жули верно 5 моделей из картона руслану очень понравился он за вечер это все сделал и то есть мы открываем и внутри такая папочка и здесь я вам покажу у нас остался один наутилус на вот таких вот на таких вот картонках части ну их легко вот так выдавить я думаю понимаете смотрите у нас даже будет с той стороны обстановка лодки вот 10 карточек из плотного картона совсем необходимым для сборки действительно чудесный подарок очень красивое оформление здесь была инструкция так она куда-то задевалась поэтому я вам сейчас наверно уже не покажу но в общем там была подробная инструкция как собирать это все и и вот такая вот прекрасная книга я оставлю ссылочку на нее вот сам капитан нему и еще две потрясающие книги тоже из новинок то есть я сама выбирала мне предложили список что именно мне хочется и я выбрал так что ничуть не пожалела здесь просто потрясающие картинки называется длинное долгое путешествие вчера руслана я прочитал книжечка тоненькая но оформление потрясающе гладкие листы даже можно подписать кому эта книга принадлежит ну и конечно это иллюстрации посмотрите смотрите девочки какая красота текста немного то есть ребенок сам может вполне эту книгу легко осилить история о жирафе которая ну так скажем похитили до привезли она очень переживала и в итоге что то есть не случилось об этом и рассказ вот ее поймали шикарные иллюстрации смотрите не буду все показывать сохраним интригу и третья книга тоже просто потрясающе называется животные юга знаете вот эта обложка на как бы немного выпуклая то есть такая текстурная твердая тяжелая книга опять это издательство миф детства есть даже закладочка и давайте посмотрим насколько тоже здесь хорошие листы такие плотные вот пожалуйста посмотрите насколько красочно текста тоже мало в основном идут вот такие прекрасные картинки но очень красивая книга мне кажется как подарок будет тоже превосходно смотрите то есть это даже не фотографии а именно рисунки смотрите какая красота так у нас там кто-то упал на заднем плане наверное алиса я его это люльку посадила с папиным альбомом пусть рассматривает папины молодые фотографии и кстати вам сейчас тоже покажу лишь молодого книга просто потрясающая если вы из тех людей которые любят дарить книги считают книгу прекрасным подарком то эту книгу я могу посоветовать на подарок она действительно очень качественная красивая не стыдно подарить такую лисюня пусть сидит я сейчас в альбоме покопашусь и попробую вам показать лёшины длинные волосы правда здесь наверное все будет плохо видно у него тут много фоток было с какими-то девчонками где они тусили я заставила все уничтожить а вот он наш лиса вот он наш папа так фокусируйся наш папа молодой он в молодости в юности вернее занимался кунг-фу вот они делали такие как создавать тематическая лагеря там тренировались в палатке. Так, почему это фотка здесь? Я же сказала, уничтожить всех женщин на фотографии. У кого были девочки-плакаты на стене в юности? У меня была Наталья Орера, Бритни Спирс и Алсу, по-моему. Но ее было мало, в основном Бритни Спирс и Наталья Орера. Вот так все завешено было. Ну, у пацанов я смотрю, тут даже какие-то голые женщины. Сейчас буду прибирать остатки остатки роскоши после гостей. Правда, наверное, удивить их пиццей не особо получилось. Наташа, она такая хозяйка, она там и печет постоянно что-то с печеньем своими домашними пришла. Ну, в общем, на завтра нам тоже есть чем... Мама, можно новую пиццу? На завтра у нас есть чем позавтракать. Можно в микроволновке подогреть, если ты хочешь теплую. Мама, а ты делаешь такую пиццу? Какую? С колбасой? Без заливок, с колбасой. Руслан вообще у него пицца называется. Он берет, вытаскивает все маслины, помидоры, болгарский перец оставляет. Я говорю, что ты мучаешь мою пиццу? Возьми, да хлеб с сыром поешь тогда и все. Мама, я не могу лечить болгарский перец. Надо все вместе кушать. Девочки, у меня такое большое счастье. Леша приезжает 1 апреля, скорее всего. Я сейчас смотрю ему билеты на самолет, потому что сейчас на самолете чуть ли не такая цена улететь, чем на поезде два дня ехать. Плюс еще в паскарде это. И плюс еще за эти два дня на еду, ну минимум тысячу рублей наверное проешь. Вот смотрю, что есть Нордстар компания 2 900, да, он стоит. Возврат есть, багаж есть, Боинг летит и думаю взять вот этот вот билет. Он как раз на час десять. Думаю, что он успеет, то есть чтобы не слишком рано было, чтобы не проспал. Никогда мы не заказывали билеты по интернету, не оплачивали, поэтому немножко так переживаю, как он там распечатает, распечатает этот, как это называется, эту штуку, которая приходит на почту. Причем до Минвод гораздо дешевле, то есть ему будет дешевле прилететь в Минводы и оттуда на маршрутке доехать до 100 рубля, нежели до 100 рубля лететь, потому что больше чем на тысячу рублей, а то и на две дороже получается. Алиса, ты такая красивая, ты себя целуешь? Целуешь Алису? Взяла зеркало, ходит такая с ним, уже ходит, я в зеркало, смотрит на себя. Алиса, где Алиса красивая? Где Алиса красивая? Где Алиса? Где Алисочка? Где Алисочка? Сейчас пойдем погулять, потому что посмотрела, облака не выходит, значит, ее тронет. Солнышко, она посмотрела потом на термометр, минус 4. Думаю, да что ж такое, но все равно выйдем, подышим воздухом, правда, Руслан тут устроил истерику, что он не хочет гулять, его очень сложно на улицу вывести, он сложно на подъем, но потом он нормально играется, там везде, и домой не хочет идти, но вот его вывести сначала, это целая проблема, надо нервы потрепать себе. Нам вчера подарили вот такую колясочку, и теперь Руслан с ней играет, как маленькая Ляля. Кто у нас маленькая Ляля, Руслан или Алиса? Главное, Алиса, он не любит на коляске катать. Люблю. Любишь, да? Ну дай, дай, Алисечке. Ну, Руслан, это что такое? Руслан, ну дай, Алисе. Ну дай, Алисе. Сейчас укус. Руслан. Руслан. Руслан, дай Алисе. Катай, смотри. Вот так. Давай, давай, вот так. Вот так давай, да. Вот, умничка. Иди, катай. Уже все больше и больше ходит сама ножками. Давай, умничка, вот так. Алиса, колкать. Ай, да пусть как умеет, Руслан, ну говорю же. Алиса, давай. Она же маленькая, она не понимает, как еще. Вот так. Алиса. Ух, ты сам висел. Я думала, что это проблема между погодками, делить игрушки для малышей. Оказывается, нет, восьмилетний ребенок тоже хочет играть с колесочкой. Руслан, ну папа будет смотреть, скажет, Руслан, что с тобой? Я думаю, что остаток дня сегодня я проведу за блогерскими делишками. Буду отвечать на письма здесь. Нужно также составить коллаж для анонса конкурса в Инстаграм, который у Памперс проходит. Вот, жду согласования. И также я сегодня кучу времени потратила на один китайский сайт, который мне предложил сделать отдельное видео. Они предоставили 100 долларов на одежду. Я уже с ними сотрудничала, у них хорошая одежда, в принципе, ну, качество хорошее. Но написал мне на этот раз какой-то другой менеджер. В общем, я выбирала, выбирала, выбрала там три вещи, оформила заказ, то есть они должны этот заказ оплатить. И теперь они мне пишут, нет, короче, в эту сумму вы должны были также как бы просчитать доставку. А у них доставка этого заказа стоит 35 долларов, то есть одна треть целой суммы, которую они предоставили на обзор. И я такая, не, ребят, так дело не пойдет. Вообще, некоторые китайские сайты очень хитренькие. Они вот так заманивают блогера, чтобы он так посмотрел, знаете, так уже ему какие-то вещи понравились. И тут они такие свои условия раз, 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 раз по полочкам. Некоторые еще сайты любят китайские какую-то ссылку кидать, знаете, на товар, который там у них уже лежит, никому не нужный. Типа, выбирайте по этой ссылке товар. В общем, разные китайские сайты попадаются. Сегодня мне, кстати, курьер привез еще заказ с Зары, еще заказ с Ромви. Ромви вообще просто трэш. Я сейчас, кстати, примерю, вам покажу. Это просто ужас. Такой был красивый кардиган на сайте. То, что пришло, это, я не знаю, надо только на помойку выбросить, это просто кошмар. Короче, идем сейчас смотреть трэшевый ромвзор. Эта блуза на мне, она единственная, действительно, классная, которую я могу порекомендовать. Во-первых, это ХБ. Очень приятная к телу, такая, знаете, ткань. Очень хорошо сделана, качественно сделана. Вышивка, да, сейчас вот это модное. И вот такие объемные рукава, но мне нравится, что они не сильно объемные, потому что некоторые модели прям, как крылья, крылья лебедей, развиваются, то есть, чересчур какие-то объемные. Она немножечко как бы корочная, и получается у меня завышенные джинсы, и вот она чуть-чуть ниже их. Сзади она как немножко такая распашонка, качественная вышивка, то есть, это на самой ткани, не приклеенная какая-то аппликация, а именно вышивка на самой ткани. И мне кажется, такую рубашку можно носить и с джинсами, как с белыми, так и с черными, так и с классическими синими джинсами будет классно. И мне кажется, что ее вполне можно трансформировать в какой-то даже вечерний вариант, то есть, если надеть юбку в пол, то будет как такое вечернее платье. Очень мне понравилась эта рубачка, но, к сожалению, это единственное, что мне понравилось с сайта Romwe. Так же покажу поближе. Следующая вещь это нежный на розовый такой свитер. Но, как только я достала этот свитер, я сразу почувствовала, что здесь куча синтетики, мне кажется, закатается он быстро. Цвет, конечно, очень красивый. И еще меня разочаровало, вот разочаровал вот этот вот элемент, очень небрежно сделан. Во-первых, на картинке это смотрится, эти вот, эти съемочки смотрятся более широкими, более объемными, то есть, как будто они занимают вот так вот больше места. На деле они какие-то куццы, еще так пришито как-то криво, тянут вязку в разные стороны, да, со сторон, где они пришиты. В общем, ожидания, реальность вообще не совпали. Плечики здесь припущенные, причем конкретно припущенные. То есть, вот до сюда даже. Ну, цвет, конечно, очень красивый. Я не знаю, как это будет выглядеть на камере, но вот я, когда открыла посылку, это было разочарование. И также я очень рассчитывала на белый кардиган, там очень красиво рукава смотреться. В общем, вы сейчас сами все увидите, и пришло просто кошмар. Я только в прошлый раз написала менеджерам, что меня в последнее время радуют их посылки, потому что полгода приходил просто трешак, вот, и естественно были плохие отзывы, они мне сократили одежду. Я раньше выбирала у них, по-моему, 8-9 вещей, сейчас они мне присылают 4 вещи. И все потому, что я постоянно ругала их вещи, говорила, что ужас. Ну, а что они хотели, если они присылают вот такое, извините меня, Г, вот как мне советовать такое, хотя есть, к сожалению, девочки, я от них отписалась, не буду называть имена, но вот показывают такой треш и говорят, ой, какая прелесть. Я не знаю, зачем это нужно. Наверное, чтобы было больше переходов и больше вещей им потом присылали. Я не понимаю такое, потому что, ну, люди закажут вот это вот, и что? Так, вот это все выглядит. В общем, напишите, что вы думаете по этому поводу. Вообще, этот свитер, я на него рассчитывала. Я хотела его использовать в весеннем лукбуке, потому что много хороших базовых вещей мне пришло, и мне хотелось вот этот свитер использовать. Ну, не знаю, как это со стороны девчонки, но, может быть, не знаю, сезон он протянет, а так он закошлассится, мне кажется, очень быстро. И запах у него, кстати, неприятный. Следующая блуза париэстер, причем, я пока ее выворачивала, она прям трещала вот этим вот электричеством. Конечно, моделька симпатичная, аккуратные такие валанчики, да, вроде бы сшита на четверочку с минусом, потому что где-то вот эта вот ткань, она такими, как волнами пошла, где подвернут. Сразу минус в том, что вот эта розочка, это не вышивка, как, например, на синей блузке, которую я вам показывала, это пришитая аппликация, причем пришита криво-косо, то есть, такими, знаете, просто вот, ее пришили, главное, чтобы держалась, и все. И из нее даже торчат какие-то вот такие нитки, которыми ее пришивали, это сразу минус. Ну, теперь самое интересное, девочки, это кардиган, и это просто ужас. Во-первых, он не белый, он какой-то грязно-белый, то есть, такое ощущение, что его постирали с какими-то темными вещами, и вот он стал такой, какой-то грязно-белый, во-вторых, он весь вытянутый, да, он воняет, он весь вытянутый в непонятные стороны, он имеет совершенно другие рукава, которые отличаются просто от того, что я видела на картинке. На картинке они немножко напоминают вот эти валаны, то есть, они немного вот так вот расклешенные. Здесь же просто какой-то кошмар. Я сейчас примерю. Я надеюсь, видно, что вот здесь какой-то собирается пузырь, то есть, вот так вот это все. Среди вязки попадаются какие-то непонятные нитки черные. Поэтому, к сожалению, на этот раз чудо не случилось. У меня есть два кардигана с Ромви. Они очень хорошие, качественные, красиво сидят на фигуре, смотрятся, да, но вот это, это что-то непонятное, вытянутое в разные стороны, не знаю. Ну, напишите тоже со стороны, может быть, действительно, иногда, знаете, вещь выглядит на камере в сто раз лучше, чем она есть на самом деле, но вот это просто кошмар. Ну, даже за один этот цвет, даже если бы был кардиган, как на картинке, я бы его не оставила только за вот этот цвет, потому что цвет реально как будто его постирали неправильно, с какими-то темными вещами. отширion. Спасибо. 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 Продолжение следует...